Как-то не так давно я делал видео по поводу одиночества и психического здоровья. Не помню, что конкретное исследование было, но выбор был такой, что одиночество в общем и целом для психического здоровья это плохо. И вот теперь еще одно исследование в США, ну а как бы это не сейчас произошло, это очень длительное наблюдение за жителями города Розетто. Город отличался тем, что был населен практически полностью итальянскими эмигрантами. Дома были очень скучны, фактически имели один общий двор, в этом общем дворе выставляли столы, проходили застолья, все дни рождения, праздники и т.д. и т.п. То есть они жили такой общиной. Соответственно, как правило, в доме жило три, иногда даже и четыре поколения. То есть вот такая вот, с одной стороны, вроде бы как скучность, ну хотя по американским меркам скучность это однокомнатная квартира от 80 метров. Ну разные бывают разные, безусловно, разные бывают и коморки, там 5 метров тоже. Но тем не менее, вот жили люди именно так, да, то есть такой общинный уклад. И было наблюдение сделано на протяжении 50 лет, что у этого города, у этой вот общины частота сердечных заболеваний, приводящих к смерти, в три раза ниже, чем у всех окружающих. При этом люди вели далеко не самый здоровый выбор жизни, ели жирное, ели мучное, достаточно употребляли алкоголь, курили, работали на достаточно вредном производстве. Вот, но тем не менее, тем не менее, вот такое вот наблюдение. Обратный факт, тоже исследовали большую достаточно выборку людей. И пришли к выводу, что изоляция и одиночество увеличивают смертность от всех причин на 33%, то есть на треть. Ну, при этом, естественно, доминирует тревога, депрессия, как причина смерти инсульта, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера. При этом важно отметить, что одиночество подразумевается не то, что человек сидит где-то там в горах на какой-то вершине, вот он одинок, да, или что его все бросили, уехали, он сидит один в квартире, он одинок. Под одиночеством, прежде всего, следует понимать ощущение, именно ощущение самого человека, ощущение нехватки общения, нехватки общения и неумение выстроить коммуникацию с окружением. Если человек живет, так как раньше говорили, бирюком, да, ни с кем особо не общается, там, на уровне здрасте-здрасте, да, но каких-то контактов, каких-то регулярных там общений, застольей и так далее нету, но его это вполне устраивает, ему так комфортно, это не приведет для него к каким-то печальным проследствиям. То есть, одиночество не любое одиночество, а то, которое испытывает человек как ощущение нехватки, дефицита общения. Вот это вот действительно то одиночество, которое повышает на треть риск смерти от всех причин. И, конечно, требует коррекции. В принципе, сейчас, в эпоху интернета, на самом деле, это можно было бы достаточно легко изменить, но основная проблема в том, что человек сам зачастую не может сформулировать эту проблему. Так что, если какие-то сомнения есть, то имеет смысл обратиться к специалистам, можно в том числе и к нашим специалистам проекта Меднаука. У нас сейчас много молодых специалистов по разным совершенно направлениям, так что, я думаю, мы вам сможем помочь, если такой вопрос возникнет. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте Меднаука.нет, на нашем канале, на портале YouTube.com. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok